Радио Болтком Ну а мы открываем нашу программу, климат-контроль, с нами на прямой связи ученый, журналист, пишущий о науке, морской геолог Константин Ранкс. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Можно, только я уже сегодня говорил подивиться о точности прогнозов. Вот с прошлой недели все, как было предсказано вами, так и случилось. Я имею в виду с погодными всеми условиями, хотя сегодня вроде бы потеплело. Что ожидать нам на грядущей неделе, на выходных? Какие циклоны, антициклоны приходят на нашу территорию многострадальную? Ну, прежде всего, нужно сказать, что заслуга такого предсказания принадлежит синоптикам. Причем синоптикам самых разных стран, которые работали над созданием этого прогноза. Я же только его озвучил. Но, в принципе, сейчас такое вот ощущение, что все идет по накатанной. То есть над нами кружится очень мощный циклон. Циклон этот сейчас, он смещается, как ему положено, на восток, на северо-восток. В общем-то, ожидается, что давление будет колебаться не очень сильно. И, в принципе, нас где-то ожидает неделя переменной погоды, переменной облачности, временами осадки. Ну и, собственно говоря, вот этот разброс температуры. Смотрите, вчера плюс 10 было, когда гроза началась над Турмалой, очень сильно грохотало над аэропортом, вот в этом регионе. Ну вот, и вот эта температура плюс 11, вот говорили было. А сейчас она будет уменьшаться, эта разница будет крутиться где-то, допустим, там 0, может быть, плюс 1, плюс 4. И вот на таком мокреньком фоне мы должны дотянуть до следующей пятницы. А дальше уже не совсем понятно, что произойдет, потому что могут выдавить эти циклоны, антициклоны из южной части Европы. Надо сказать, что температура сейчас уже бьет опять рекорды. Южнее нас уже где-то и под 20 градусов в Центральной Европе и даже больше. В общем, собственно, и причем эта полоса повышенной температуры, она куда-то идет от Франции, да, от Атлантики, аж до самой Волги. В общем, это очень интересное такое явление, но непонятно, как оно будет сказываться на нас. То есть может получиться такая вещь, что там будет зона повышенного давления, там будет высокая температура, а циклоны, которые продолжают идти, они будут как бы катиться вот по краю вот этому, по северному краю этой зоны, и мы будем все время получать такие перепады. Сначала, значит, будет потепление, потом будет похолодание и, естественно, осадки. Ну, в принципе, осадки это в умеренном количестве для нас даже неплохо. Да, вот я как раз и хотел сказать, что несмотря на то, что мы всегда проклинаем вот эту опасность дождя, и вот кто живет постоянно в Прибалтике, знаю, что без зонтика лучше вот весной и осенью из дома не выходить, но это учитывает достаточно длинный такой засушливый период для тех, кто занимается сельским хозяйством, просто благословенное, можно сказать, я понимаю, погодное условие. Конечно, потому что март уже говорят о том, что в нашем регионе, и не только в нашем, вообще по Европе, это один из самых засушливых месяцев, которые только наблюдались, ну, самых засушливых март. Поэтому, собственно говоря, умеренные осадки сейчас это очень даже хорошо. Вопрос, конечно, в том, что там, возможно, такие мощные столкновения, когда сталкивается холодный теплый воздух, что могут быть, что называется, и крайне сильные ветра, об этом нужно учесть, что они будут на этой неделе и у нас. Но вполне возможно, вот в Европе говорят, что могут быть еще более, и даже, возможно, и шквалистые ветра. А это, конечно, не очень хорошо, точнее, плохо. Поэтому вот такая вот достаточно интересная погода и весьма неопределенная. Ну что же, если мы поговорили о погоде, да, я получил просто очень интересный пресс-релиз о том, насколько вторжение вот России и Украину отражается на автомобильном секторе. И, ну, здесь просто приводятся данные о том, что до сих пор Россия являлась пятым крупнейшим производителем железной руды в мире, то есть, в принципе, для производителей стали это был достаточно большой источник, и, скорее всего, здесь придется столкнуться с опять более высокими ценами и потенциальными трудностями. Ну и Германия очень активно экспортировала, импортировала российский титан, железо и палладий. Опять-таки, Украина занимала третье место по производству никеля и алюминия. Это очень важные тоже компоненты для аккумуляторов. И производители BMW и Volkswagen сотрудничали с украинскими компаниями, которые поставляли им оболочки для кабелей. Также Украина производила до 70% мирового неонного газа, который необходим для производства микросхем, и уже сейчас испытывают дефицит в этих микросхемах. И, ну, вот делается вывод такой, что производители начинают ограничивать выпуск автомобилей, чтобы сохранить объемы производства хоть и на более низком, но стабильном уровне. А это может привести к тому, что автовладельцы начнут откладывать продажу своих автомобилей, ну, или вообще решаться пока не продавать свои машины, учитывая такой вот дефицит автомобилей на рынке. И все это приведет постепенно и к тому, что и на рынке поддержанных автомобилей, очевидно, мы столкнемся с дефицитом. Ну, тут, если брать, как говорится, из позиции климат-контроля говорить, то тут как раз было еще одно интересное на минувшей неделе событие, которое прошло совершенно вне внимания, потому что о погоде, о климате сейчас, как бы, говорить неинтересно на фоне трагических событий, но речь шла о том, что исследования показывают, что действительно раскручивается все активнее и активнее спираль климатических нарушений, как следствие всевозможные погодные эксцессы, и это реально приводит уже, уже об этом говорят, что называется, в лоб о том, что этим летом можно будет уже столкнуться с глобальным дефицитом продовольствия. А туль плюс еще, вот как вот вы говорите, Олег, про машины, тут же видите, еще какая интересная вещь. Сейчас стоит идея о том, чтобы обеспечить глобальную эмбарго на поставку энергоносителей из России. Как бы, с одной стороны, предполагается, что это приведет, и об этом пишут, кстати, те же самые арабские и прочие, так скажем, издания, крупные издания стран третьего мира, но и в том числе поставщиков ресурсов, что это приведет к росту цены. Я вот видел в издании Arab News, где было сказано о том, что, ну, это может, цена взлететь и до 300 долларов за баррель. В принципе, в какой-то момент это для спекулянтов будет хорошо, но потом это приведет к тому, что народ начнет пересаживаться, дальше возникает вопрос, на электромобили. Или на гибриды. Казалось, да, какая большая радость, вроде само все идет, переход на зеленую энергетику. Но беда-то вся в том, что нужны же еще металлы, для как раз все эти электромобили, они требуют очень много металлов, вот о чем сейчас было упоминалось. Это нужно и никель, это нужно на медь в огромном количестве, и литий нужен, нужен хром, и плюс еще, например, нужен палладий. И мы так потихонечку идем, список трендольного большой, и все эти металлы, собственно говоря, они тоже завязаны вот это международное разделение труда. Ведь парадоксальная ситуация, вот до последнего момента, вот до 2000, как сказать, до начала войны, ведь как раз получалась странная вещь. Если взять официальные российские документы, официальные, правительственные, например, отчетный доклад счетной палаты, который делался в 2021 году, вот самый свежий, там говорилось, что, по-моему, 87 или 88 процентов титана, которые выпускали российские предприятия, делались из руды из Украины. То есть ее в Украине добывали, отвозили, делали концентрат, отвозили его на Урал, там методом специальной плавки и очистки делали технический, вот как раз нужный для технологии, титан, сплавы его, и потом уже этот продукт продавали, как назывался этот русский, 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 русский титан. То есть получается, что как бы не сами вот тут накопали и продали, а вот этот условный русский титан, это на самом деле продукт переработки. И такая позиция там описывалась по большинству всех редких антифицитных металлов. То есть в большой степени Россия стала за 30 лет своего рода такой мастерской, которая делает полуфабрикаты. Важные, кстати, это очень высокая технология, высокая технология. Но это как раз фабрика такая. И вот сейчас эта фабрика выключается из общего дела. Плюс, кстати, и Украина тоже такая же фабрика. И вот эти фабрики, они сейчас выпали из этого. Кто от этого сейчас получает, так скажем, свои дивиденды? Об этом очень интересно. В индийской прессе писалось о том, что целый ряд компаний, предприятий сейчас могут, в том числе индийских, получать большой, как говорится, профит на этой ситуации. В общем, для кого война, для кого ужасы, а для кого, извините меня, мать родна, для кого прибыть. И вот эта ситуация, она, конечно, может привести к очень такому совершенно непредсказуемому повороту. Например, не то, что люди уйдут в сторону электромобилей. Электромобили не подешевеют. Вот получается такой вывод. Они не подешевеют. И значит, люди либо начнут пересаживаться на старые, подержанные машины, которые ездят себе благополучно, без микросхем, без всего. Кстати, те же самые индусы в одной из своих деловых материалов в марте месяце писалось о том, что неплохо бы вкладываться там в одну автомобильную компанию индийскую. Я посмотрел, что производит эта индийская компания. Она большой, большой специалист и хорошо в огромном количестве производит такие, знаете, трехколесные мотороллеры с кабиной. И микроавтомобильчики. Вот такие, микроскопические, там, максимум на двух человек, по сравнению с которыми, ну, единственное, можно сравнить, вот, например, вот этот Smart, но у нас Smart, это же, в общем-то, шикарная машина. А там все очень просто, без всяких наворотов. Маленькая тележка, условно говоря, кресло на колесиках. Но ведь продается, это шикарно. И нету там никаких этих микросхем. И вот как раз получается, что вполне возможно, рынок начнет требовать именно такую дешевую технику. Для людей, которые не будут обладать большими, ну, вот, средствами приобрести автомобили подороже, пороскошнее, но в то же время доехать до магазина или там отвезти сына в школу, это абсолютно... Вполне. Вполне. То есть, налицо может произойти та вещь, о которой, как бы говорили еще несколько лет назад, но с такими фантазиями. Как это может произойти? Сокращение потребления, сокращение потребления и переход к, так скажем, не просто сокращение, а снижение качества этого потребления. То есть, условно говоря, между машиной очень хорошей, с электроникой, наворотами, прочими вот этими системами искусственного интеллекта и простой табуреткой на колесиках, человек будет выбирать вот эту табуретку на колесиках. Я думаю, что это еще будет одно... Еще один аргумент будет в пользу того, что вдруг, если что-то случится с табуреткой на колесиках, в конце концов, ну, вот, смекалка человека или, ну, хотя бы автослесаря в ближайшем автосервисе, может это все все-таки привести в рабочее состояние. А вот с электроникой, если она вдруг полетит, а не дай бог, вот из-за каких-то геополитических всевозможных разборок выяснится, что эту электронику невозможно приобрести, купить, восстановить, это сразу же превращает просто в кучу железа бесполезного. Ну, и тем более в Европейском Союзе, и мы об этом, по-моему, даже две передачи у нас было с вами, Олег, когда говорили о праве людей на ремонт техники, вот это, right repair, это очень важная вещь, ведь это уже запущено в Европейском Союзе, пока только крупной бытовой техники, но по сути дела и сейчас как раз идет разговор, что право на ремонт, все должно ремонтироваться, и изготовители должны делать технику, которая подлежит ремонту, а не то, что у нас одноразовая автомашина, которую купил, поездил, гарантийный срок закончился, и дальше проще купить новую, чем мобильные телефоны должны чиниться, потому что уже, собственно говоря, налицо тупик, что, условно говоря, размеры телефона ограничены размером человеческой руки, вот в свое время же появилась такая идея расширяться, расширяться, но когда выяснилось, что тебе можно, что телефон брать в руку, что вот этот вот 7-дюймовый этот планшетик, да, так, может быть, мне поразило, по какой-то скидке я поддался общему ажиотажу, купил планшет, который, реклама была какая, он как телефон, это по сути дела большой телефон, ну и что, ну пользуюсь я им иногда, ну какой-то момент, а по сути дела, ну зачем он мне нужен, говорить по нему неудобно, но тем не менее, вот эта функция была и она, что называется, соблазнила, как и очень многих других людей, так вот сейчас приходит разговор, если у вас есть планшет, зачем вам нужен еще смартфон, вы вполне можете обойтись кнопочным телефоном, которым, заметьте, можно через год выбросить старую батарею, которая умирает, и поставить новую батарею, и он будет продолжать отличнейшим образом звонить, если вам нужна голосовая связь, а вот если вам нужен интернет, то возьмите планшет и не мучайте глаза свои, потому что на планшете все это побольше, то есть появляются какие-то новые идеи, и вот эта система, которая может нас заставить не потому, что мы такие, знаете, такие сознательные, о природе думаем, о планете, а просто-напросто суровая правда жизни зажмет так, что ездить на машине, которая тратит 10 литров бензина на 100 километров, мы уже просто-напросто, большая, большая часть населения не сможет Европейского Союза, и будет искать машину, которая может потратить, например, хотя бы 5 литров или 6 литров в городе на 100 километров, и действительно получается тоже, о чем предупреждали, о том, что будет четкое расслоение общества, если ездит человек на большой машине, значит, человек богатый, все такое, 5-10, будут ли их специальными налогами облагать, или будет какая-то система, чтобы как же государство заинтересовано в росте акцизов, особенно в тот момент, когда люди будут охотиться за маленькими машинками, вот сейчас посмотреть у нас в Риге, посмотреть на порталы объявлений, как-то маленькие машинки, особенно, так скажем, не самые дряхлые, смотрю, как-то они стали, по-моему, гораздо больше продаваться и покупаться, то есть, если их продают, они тут же очень быстро исчезают, может, возможно, субъективное мнение, я же исследований не проводил, но ощущение такое, может, кто покупал недавно такую маленькую машинку, вот, но я, кстати, слышал такое и от людей вот на станции техобслуживания говорили о том, что, один мужчина говорил о том, что хотел он купить одну небольшую французскую машинку, он говорит, только пока приглядывался, присматривался, оп, ее уже взяли. А у нас между тем звонок, я напомню, телефоны 67212-93-9, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, это Александр говорит, я вот хочу, кстати, Рангсу сказать, правильно, что это он, по-моему, да, у вас там комментирует, да, да, Я вот хотел купить маленький электромобиль, да, я катался на нем, да, ну, не буду говорить, как у фирмы, что без рекламы, знаете, пока я думал, во-первых, машину эту купили, это раз, второе, если я хотел записаться, чтобы еще она пришла, то сейчас надо ждать даже до полугода и больше даже, и деньги надо заплатить вперед, вот такая вот ситуация с маленькими электромобилями, спасибо. Спасибо. Вот, вы знаете, тут вопрос-то не только в том, какой электромобиль или там газомобиль или еще, или обыкновенный, дело как раз именно в том, что маленький ведь электромобиль, он, во-первых, стоит дешевле, а во-вторых, маленький электромобильчик, он, собственно говоря, ну, он изначально, это машина для езды в пределах города и окрестностей, то есть опять эта машина более экономная, ведь покупая автомобиль, чем он больше, тем у вас больше и других расходов, ну, например, одно дело купить резину для вашего автомобиля любого, с любым двигателем на R14, либо, допустим, на R каких-нибудь там 18 и далее, и более, да, цена, посмотрите, она очень здорово вырастает, а сейчас оказалась большая проблема, не хватает поставок российской сажи для производства этих самых шин. Вот, смотрите себе, с сажей проблема возникнет. То есть, ну, понимаете, производство довольно-таки грязное, да, его выдавили, он ушел в Россию как страну третьего мира, будем откровенно говорить. И выяснилось, что если там что-то закрывают и нет возможности транзакции, то нету сажа. Каучук есть, сажа нет. И вот таких вот моментов очень много. Это же большая машина, это больше расход на интерьер. Вообще, как начинаешь считать по списку, там очень большие вещи есть, большие траты. Поэтому совершенно понятно, человек, который едет по городу, у него, может быть, в день у него 50 километров он максимум наездит, ему маленькая машинка, электромобильчик, очень даже был бы хорош. Но вот проблема. Лития не хватает, никеля не хватает, цены заоблачные, вот и все. А, вот пока я ждал моментов, уже сорвался звонок. Еще раз напомню, 6,7, 212, 93,9, если хотели что-то добавить, спросить, прокомментировать. Есть еще, да, есть еще один такой нюанс, ладно, автомобили, а как мы будем отапливаться в следующем сезоне? Вот сейчас мы на эту тему поговорим, да, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий, но я, к сожалению, передачу слушаю не сначала, но вот оппонент, на мой взгляд, совершенно неправ, в частности, про мобильные телефоны, у которых заменяется батарейка, сделано-то все, не заменяемая батарея, сделано производителями с очень простой, по очень простой причине, герметичность, все мы хотим иметь телефоны герметичные, которые не подвержены влаге, которые может попасть, допустим, под воду и потом работать с со сменяемой батареей, как она была в старых телефонах, это сделать невозможно, это бич старых телефонов. Касается, касается электромобилей, на сегодняшний день электромобиль в том виде, в каком он есть, это утопия и совершеннейший популизм. Почему? Поясню, литиевая батарея, которая в массе сейчас используется в электромобилях, служит примерно где-то три года. Через три года она деградирует. Стоимость автомобиля состоит где-то примерно на одну треть из батареи, две трети все остальное. Соответственно, через три года владелец электромобиля становится перед проблемой замены батареи, которая неизмеримо дороже выйдет, чем любой ремонт аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Это первое. Второе. Как правильно уже сказали, сейчас очень остро стоит проблема переработки, вторичной переработки отработавших литиевых батарей, производство которых наносит огромный ущерб экологии. Вот и получается, что мы вроде как должны переходить на электромобили ради экологии, а сами электромобили мы делаем в ущерб экологии. Уже не говоря о том, что эту самую электроэнергию, которой мы электромобиль будем заряжать, ее нужно из чего-то получить. А как известно, возобновляемые источники энергии на сегодняшний день составляют лишь малую часть общего рынка электроэнергии. А в основном электроэнергия производится на ТЭЦ, которые работают там либо на мазуте, либо на газе, либо на другом далеко не экологичном топливе. Спасибо. Вы знаете, как интересно. Я понимаю слова нашего слушателя, но вот у меня есть два телефона, один со сменяемой батареей, но там он герметичный. Он, согласно инструкции, допускает, по-моему, до одной минуты нахождения под водой. Вот сменяемая, но тем не менее крышка там садится на уплотнение и привинчивается болтом таким. А с другой стороны смартфон есть, в который случайно в разъем три с половиной попала водичка, и этот смартфон благополучно помер. Так что, знаете, тут, наверное, все-таки ситуация зависит от того, какая конструкция конкретного этого самого изделия. Но идея-то в чем заключается? что действительно есть телефоны, которые сменяются батарейку, есть, которые не сменяются. Которые сменяются батарейка, они не такие, что называется, стильные, чем те, у которых батарейка не сменяется. И, кстати, посмотрите, гарантия два года, через два года мы все знаем, что батареи уже, в общем-то, держат хуже. Но с чем можно абсолютно как раз согласиться? С проблемой экологии и с проблемой сырья. А когда у нас вот сейчас возникнет проблемы с топливом, то, естественно, не только бензин, как говорится, электричество подорожает, подорожает у нас и тепло в наших домах. Но сейчас впереди у нас лето, как-нибудь Бог даст, перетопчемся. А дальше к следующей осени вот это будет очень серьезный вопрос. Как нам в условиях, например, эмбарго на покупку энергоресурсов, того же газа, того же нефти, даже, допустим, древесины. Что делать, как из этой ситуации выкручиваться? Один из вариантов, конечно, это тотальное утепление всего жилища и, в принципе, начинать это надо уже сейчас. вот так, можно сказать. Вот именно сегодня мы просто вот прямо вот пошли В чем это заключается? Потому что реновация всего дома это должно быть решение собственников квартир, достаточно такая сложная процедура или это имеется в виду на уровне квартиры просто проверить все щели, замазать, заменить окна на стеклопакеты. А это опять мы возвращаемся к тому, что, в принципе, нам нужна, чтобы в стране, в городе была соответствующая экспертиза, чтобы можно было в принципе понять, что действительно можно сделать за какие-то деньги. Потому что, когда говорят о том, что мы вам сделаем утепление вот за такую-то сумму 50% там из каких-то фондов, 50% сами, а потом выясняется, там живут люди, которые эти деньги и сейчас-то едва платят. А то плюс еще им должны оплачивать больше. Они, значит, притянуть эту программу не могут. И вот тут-то мы получаем следующую вещь. Как они будут отапливаться? Мы идем к идее буржуек, которые будут стоять в многоэтажных домах с трубами на улице. Вот это очень важный момент. Потому что, когда люди не смогут платить за отопление месяц, два, три в следующем году, что тогда нужно будет делать с этими людьми? Выселять этих людей по суду? И вообще, надо же как-то определиться, что же будет делать в условиях подорожания стоимости тепла и электроэнергии. потому что она у нас тоже неоткуда берется. Я хочу сказать, что у нас как раз есть программа «Добро пожаловаться», где Сергей Сидорко сказал тоже очень такую тревожную вещь. Он говорит, что да, домоуправления могут с некоторыми, с каким-то процентом неплательщиков договариваться. То есть, хорошо, у вас сейчас нет денег, но давайте мы отложим платежи, растянем их, сделаем график платежей. Но это возможно опять-таки до какого-то определенного уровня, потому что как только это становится каким-то существенным процентом, или что наше домоуправление это не банк, мы не можем давать взаймы, то есть мы обязаны расплачиваться с поставщиком энергии по полной программе. То есть у нас наших денег, запасов, нам не хватит для того, чтобы субсидировать или просто давать деньги в беспроцентный кредит для жильцов. И в какой-то момент это станет, ну вот если этот процент, он может быть там несколько процентов, но если это вдруг станет 20-25 процентов, мы просто не сможем этого сделать. И это может стать проблемой не только данного конкретного домоуправления, но и всех домоуправлений, и, конечно, это должно решаться не на уровне домоуправления, очевидно, ну на уровне государства. Вот как быть, если вдруг мы столкнемся с такой проблемой? Ну да, вот это должны говорить об этом юристы, специалисты по эксплуатации, потому что это вопрос крайне серьезный, и надо точно сказать, что, собственно говоря, одно можно сказать, что не будет у нас, что называется, с этой осени тропического климата. Вот факт, следующая зима будет, и опять будут похолодания, извините мне, даже если на улице плюс два, вроде бы плюсова, и снега нет, но все равно у вас дома холодно. И вот это важнейший момент, о том, что сейчас в принципе решить вопрос отопления, там все эти, знаете, сказки такие, на крышах мы батареи можем поставить, все, это, во-первых, тоже все стоит больших денег, а второе, это, ну, это сказки. А вот если, что называется, цены на тот же самый газ еще в два раза поднимутся, ну, давайте представим себе, худший вариант, минимум, минимум, самый, как говорится, низкий уровень возможностей, то сразу получается, что единственный способ, это каким-то образом утеплить здание, чтобы уменьшить потери, уменьшить теплопотери. И тут опять должен быть вариант, какой самый простой способ, ну, извините меня, специалисты должны это пройти, сказать, что, допустим, в домах такого-то проекта, да, первое, с чего нужно делать, вот сейчас говорят, снимем остекленение с балконов. Замечательная вещь. Можно подумать, что большинство людей поставили эти остекленения, потому что им это очень нравится. Очень многие люди поставили остекленение балконов для того, чтобы ветер не дул в окна. Это как элементарная ветрозащита. Поэтому давайте, значит, нужно вообще говорить о том, что, да, вот, допустим, тяжелые рамы надо убрать, но поставим, давайте, легкие, разработаем какой-то целенаправленный проект. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Вы знаете, в Риге какой-то особый, в плохом контингент жителей. Вот, сколько я знаю знакомых, в городе Валмеры, даже близкие, родственники, после утепления у них так, вовсе не увеличилось, ну, до сих пор, во всяком случае, меньше они платили, но зато был утепленный дом, и, 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 как бы, и красиво, и все. А в Риге меньше всего, ведь это давно уже известно, меньше всего утепленных домов. Спасибо. Спасибо. Тут, конечно, получается вещь, расходы на отопление дома падают после того, как мы его сразу утеплили. Вопрос заключается, что по другой графе идет расплата за вот это само, за процесс утепления. Он уже не просто берется, это обшивается дом, ну, по уму, обшивается дом, допустим, каменной ватой, там пленки всякие, закрываются, ставятся окна стандартные, либо наоборот, там что-то еще дополнительно делается, чердаки утопляются, подвалы, теплокоммуникации, вот зачастую бывает большой потери на тех же чердаках или в подвалах. То есть это целая такая программа, но деньги именно за тепло сокращаются, поэтому в принципе нужно решать вопросы, какие дома нужно утеплять в первую очередь, потому что какие проекты, я, например, не знаю, но я бы с удовольствием прочитал, какие есть проблемы в каких вот домах, чтобы потом понять, а собственно говоря, с чего можно начинать вот это утепление. И, конечно, идеально можно выбрать из ста домов условно говоря, пять и произвести утепление по всем новейшим методикам, и там будет рай земной, да, как называют, в Германии их называют нулевые дома, потому что фактически там сохраняется тепло, которое выделяет собственно говоря сами жители, и плюс еще бытовая аппаратура, и все, и этого достаточно для комфортного пребывания. Но вполне возможно можно каким-то другим путем каких-то, например, хотя бы 20 домов покрыть, пусть будет не так хорошо, но все равно это будет решение вопроса. Я не знаю, но это должны об этом думать городские власти, это несомненно. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я хочу поблагодарить вашу программу, что ваш комментатор очень правильно, очень доступно, и для простого жителя, даже моего, я сельский житель, и очень, очень доступно объясняет и проблема машины, и проблема отепления домов, и оплата всего это. Большое спасибо. И передач побольше было. Успехов вам. Спасибо большое. У нас сразу еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слушаю постоянно ваши передачи, и вот решила позвонить. Мы сделали реновацию дома, и у нас получилась реновация бесплатная в конечном итоге, потому что 50% заплатил Евросоюз, а кредит мы платили за счет экономии теплоэнергии, и у нас получилось бесплатно. И сейчас мы платим в 2,5 раза ниже, чем наши рядом соседние дома. Спасибо. Спасибо. Вот пример. Вот. Вот. Хороший пример, да. Это как раз тот самый случай. Здесь мы стали платить меньше, и вот за это сэкономленные деньги расплачиваем все вот за реновацию, да, утепление. Через некоторое время мы расплотимся, и дальше у нас будет гораздо дешевле и теплее. Это правильный подход. Но тут, видите, вопрос следующий. не в том, что надо, не надо утепляться. Утепляться надо. Вот. И раньше надо было. Вопрос взаимодействия с населением. Вопрос, так скажем, вопрос взаимодействия с общественностью. Вот это важный момент. Общественность, она не должна разбираться во всех этих хитросплетениях, там, как, что и где и как. Человек живет в своей квартире, и ему нужно, что называется, на доступном языке, понятном, тут даже вопрос не языка, в смысле латышский, русский, английский, а именно в плане изложения. Объяснить, вы живете в трехкомнатной квартире, у вас только-то окон, мы провели измерения, у вас такие-то теплопотери. Если мы вот сделаем то-то и то-то, это вам обойдется в такую сумму, да, ваша часть, то мы сможем сэкономить на тепле, даже по нынешним ценам, вот такую-то сумму, и, условно говоря, через там 5-6-7 лет, вот, все, мы покроем, а служить это утепление будет еще, условно говоря, 30-40 лет, и это будет, по сути дела, для вас сплошная прибыль. И где мы будем, с чего мы начнем утепляться, допустим, начнем первый этап, это утепление крыши, второй этап, мы меняем окна или там застекляем, то есть людям нужно расписать все по пунктам, и где он будет получать конкретный профит, конкретную отдачу. А если мы будем говорить такими бюрократизмами или научными терминами, то тогда большая часть людей будет думать, что их просто собираются обдурить и залезть им в карман еще один раз и выгрести оттуда последние деньги. По крайней мере, человек должен понимать, что ему предлагают и за что. Далеко не все люди в этом разбираются во всех этих хитросплетениях. Надо идти навстречу к людям. Вот мы тоже пойдем навстречу, наверное, уже последний звонок. Здравствуйте. Алло, день добрый, здравствуйте. А я бы, конечно, ярый противник. Почему? Рассказываю. Вы говорите о том, что надо утеплять, и это приносит, ну, не буду повторяться, но есть другая сторона. Зачем мне утепляться? Зачем мне утеплять? Есть мне, когда холодно, прохладно, я теряю какие-то деньги, да, но когда жарко, когда тепло, и у меня постоянно открыто окно, постоянно, и я плачу, ну, в теплые времена двойную, тройную оплату из-за выброшенного тепла на ветер, тогда это организация труда. Зачем мне утеплять? Если у меня будет теплая квартира, я буду еще больше, я буду сутками открывать не только форточку, а балкон и все, что есть. Где же экономия? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Я что-то все равно не понял. Летом... Нет, это когда у нас будет глобальная еще усилиться глобальные летние температуры, и нам придется ставить кондиционеры, то как раз утепленный дом окажется в выигрыше, потому что ваш кондиционер будет молотить не круглые сутки, а он будет работать всего лишь несколько часов, а сэкономленного холода в квартире хватит на то, чтобы пережить жаркий день. Мы еще пока к этому, конечно же, не пришли, и поэтому я понимаю негодование нашего слушателя и сомнения, но, например, в более южных регионах Европы это уже стало, реальностью. Зимой надо отапливаться, а летом надо как-то остывать, и в этом случае дом-термос является оптимальным решением проблемы. Но я говорю, что об этом можно еще будет говорить, и будут новые идеи, несомненно, сейчас мы живем как на вулкане, постоянно что-то происходит, и тогда это будет очередной повод обсудить о том, что у нас действительно есть в наличии. Спасибо огромное, Константин Рангс, и программа Климат-контроль до следующей пятницы. До свидания. До свидания. Радио Болткома